В этом видео мы разберем как очень легко и просто можно приобрести биткоин, вам необходимо перейти на сервис LocalBitcoin, имя его вы можете видеть либо вот здесь в раутной строке, либо вот здесь вот в заголовке, также ссылку на ресурс вы можете видеть под этим видео. После того как вы перейдете на эту платформу, если у вас будет включен английский язык, вам необходимо спуститься вот сюда вот в самый низ и вот здесь во втором столбике вам необходимо нажать на язык и выбрать тот который вам нужен, в данном случае русский язык. С этого момента платформа у вас будет на русском языке, вы можете видеть что с помощью этой платформы вы можете купить и продать биткоин очень быстро в любой из 249 стран и соответственно перед тем как это сделать вам необходимо пройти бесплатную регистрацию. Регистрация очень простая, нажимаем на зеленую кнопку, сюда вставляем имя пользователя, то есть это имя которое просто вам необходимо придумать, это ваш ну просто напросто ник. Сюда вставляем почту и далее указываем пароль по которому мы будем попадать на платформу. Теперь необходимо нажать на вот этот квадратик, дождаться пока появится зеленая галочка, здесь вам предлагают определить не робот ли вы, выберите все изображения с названиями ULIS. Мы выбираем изображения эти и таким образом подтверждаем что мы не робот. Нажимаем кнопку регистрация, перед вами открывается вот такое вот окно, в котором вы можете видеть что регистрация успешно пройдена, вам необходимо теперь пройти и подтвердить ваш электронный адрес. Переходим на почту, видим что здесь нам пришло письмо, подтверждаем, переходим по ссылочке, таким образом регистрация на этом ресурсе у вас завершена. Итак, теперь необходимо просто купить биткоин. Итак, вы видите, вот здесь находится ваш баланс, в данный момент он 0, если вы на него нажмете, вы попадете как раз в окно, в котором вы можете отправлять биткоин и получать. Итак, нам необходимо купить биткоин. Для того, чтобы совершить покупку, вы выбираете ту страну, в которой вы находитесь. Это можно сделать вот здесь. В данном случае это Россия, да? Мы пишем Россия. И перед нами открываются все предложения, которые есть в России. Здесь вы можете видеть, что биткоин вам предлагается приобрести за Тинькофф банк, Сбербанк, ВТБ, Альфа, Киви и так далее. В общем, большое количество предложений. Если вы здесь не найдете предложения, которые подходят для вас, нажимаете показать больше, откроется еще больше предложений. И теперь вам нужно выбрать одного из участников биржи, который делает этот обмен. Обратите внимание, что если человек горит зелененьким, значит он находится сейчас здесь. И если он горит серым, то его на данный момент нет. Поэтому лучше обращаться к тем участникам, которые горят зелененьким цветом. Здесь вы можете видеть ограничения по сумме сделки. То есть, этот конкретно участник готов продать вам минимум на 3000, либо максимум на 100. Обращайте на это внимание, когда будете создавать заявку. Соответственно, нас в данном случае устраивает и один из вариантов оплаты. Потому что в данном случае, например, у меня это Альфа-банк. И, собственно говоря, устраивает сумму. Нажимаем купить. Теперь перед вами открывается вот такое вот окно, где вам необходимо указать ту сумму, которую вы хотите приобрести. Смотрите, очень важный момент. Если вы, допустим, хотите приобрести 560 долларов, для того, чтобы вам знать, сколько это сумма в биткоинах, вы просто откроете в другой вкладке этот же сервис. И потом перейти нужно к себе в кабинет, то есть нажав на вот этот баланс. И здесь есть очень удобный такой инструмент, то есть где вы напишите, сколько будет сумма 560 долларов. Я на самом деле, кстати, рекомендую вам все-таки покупать 565 долларов, потому что если пройдет изменение курса, может так получиться, что вам там пол доллара не хватит. И вам придется совершать эту операцию покупки заново. Итак, вы указываете 565 долларов. У вас отражается та сумма в биткоинах, которую вам необходимо приобрести, для того, чтобы совершить оплату пакетом. Вы ее копируете, возвращаетесь на ссылку, где вы подаете заявку и ее вставляете вот сюда. Таким образом, вы вот здесь видите ту сумму, которую вам необходимо отправить этому человеку, для того, чтобы купить биткоина, которого вам хватит оплатить партнерство в компании Kiba. Итак, я перешел в другой аккаунт, который я пользуюсь постоянно, потому что у меня здесь уже есть купленный биткоин. Но для того, чтобы показать вам, как совершается покупка, мы сейчас делаем эту сделку. Обратите внимание, что если у вас здесь горит красным, то это значит, что у этого пользователя нет такой суммы. Она превышает ограничение суммы по сделке. Вот здесь вы можете ее видеть. Видите, она немножко отличается. То есть я, для примера, куплю на 3000, но когда вы будете покупать на тот пакет, который вам необходимо, то есть либо 560 долларов, либо 2900, вы укажете свою сумму и вся операция происходит абсолютно так же. Итак, здесь снизу находится чат с этим трейдером. Вы просто ему пишите, хочу купить биткоин и указываете, за какой банк вы хотите у него купить. То есть у него несколько вариантов. Сбера, Альфа-банк, вам нужно указать. Пишите за Альфа-банк, например. И нажимаем отправить запрос. Теперь у нас с ним открыт чат. Мы ждем, пока он нам скинет сейчас реквизиты, на которые нам необходимо будет в данном случае с Альфа-банка на Альфа-банк отправить вот эти вот 3000. Если вы пользуетесь каким-то другим банком, вам его нужно будет здесь указать. Соответственно, между банками перевод происходит мгновенно. Он получит эти деньги мгновенно и вы получите свой биткоин автоматически вот сюда на баланс. Давайте подождем сейчас ответа. Это может занять как одну минуту, так 3, 4, 5, 6. То есть обычный человеческий фактор. Возможно, человек, допустим, пошел чаю заварить и так далее. Но он горит зелененький, значит он здесь. Если вдруг человек не будет отвечать, допустим, по каким-то причинам, вам нужно будет спуститься вот сюда, нажать отмена сделки, отменить покупку и вот здесь ее обязательно подтвердить. Только после этого вы сможете совершать новые сделки. Но я на данный момент сделку отменять не буду. Вот он сразу мне ответил. Смотрите, привет, Альфа-виза, пожалуйста, вот сюда нужно отправить деньги. Обратите внимание, что нужно отправлять обязательно с того банка, который указали на тот. Иначе перевод может затянуться, соответственно, вы не получите мгновенно свой биткоин. И вот здесь тоже будьте внимательны. Вот здесь вот как раз написано, переводы с Киеви или Яндекс.Деньги на карту не принимают. При пополнении карты с Киеви и так далее. В общем, он здесь предостерегает вас от тех действий, которые не надо делать. То есть вот как раз о чем я и говорю, что с карты другой отправлять не надо, потому что тогда деньги заморозятся минимум на 24 часа. То есть это никому не интересно. Итак, вот я деньги отправил, то есть он уже вперед меня написал, что деньги получил. Мне теперь необходимо отметить платеж как завершенный. После того, только как я сделал перевод, я его сделал. Я нажимаю отметить платеж как завершенный. Обратите внимание, вот здесь вот баланс 15-120 на данный момент. Я подтверждаю, что платеж завершен. И вы можете видеть сразу, что у меня на балансе уже оказалась та сумма, которую я покупал. Было 15-120, а сейчас уже 15-240. То есть все, на данный биткоин у вас куплен. Вот так что нужно. Продолжение следует...